если мужчина скупой это значит что нет искренних чувств всегда когда вы пишете про другого человека надо это значит что у меня вот это вот если мужчина скупой значит я расточительный все наоборот мужском теле скупость женском стиле раздаемся разбрасываемся все гордимся тем что мы такие безгорызны либо женщина сама в этом виноват конечно сама смотрите всегда мы наш близкий человек это олицетворение нашей прошлой кармы всегда не бывает никак иначе по-другому почему вы об этом задаете вопрос вот вы кого себе на хоть вы же любите человек влюбляется почему влюбляется потому что человек любит то что похоже на него но со знаком наоборот да нормально давай вам хочется экономить она хочет отдавать это одно и то же это одна и та же энергия в разных телах тратить с легкостью а вас жадность это жадность по-женски тратить с легкостью жадность по-женски тянуть на себя жадность помощи или наоборот она все тянет на себя вы тратите с легкостью это и есть гармония конечно есть два типа гармонии в семейной жизни если карма отработана люди одинаковые в чем-то карма отработана значение в этом если у них противоположность чем-то значит карма не отработана значит надо страдать но это все один одно и то же мы не хотим страдать мы хотим только наслаждаться я вам объясняю что мы материальном мире родились для того чтобы здесь балдеет поэтому так возмущается олег геннадь ну почему она все тратит ну для того чтобы страдать только один анекдот характеризует всю жизнь материальном мире один анекдот все это то что я почувствовал новочеркасске когда пришел в учебную часть солдату дают ломик подметает плац подметает плац вы дайте мне веник ломиком ничего не подметается нет пользы правопорщик говорит да мне не нужна польза не надо чтобы ты замучился цель бога заключается в том чтобы мы замучили здесь в этом материальном мире должна замучиться просто балдеть здесь нам должно надо есть поэтому все так создается какая польза мне от такой жены никакой пользы не надо надо чтобы ты замучился еще хуже это вообще проклятие если люди живут хорошо то они привязываются уже к богу не бога друг друга начинает верить друг друга уже и рождаются похожими друг на друга в следующей жизни женщина рождаются мужчины таким же похожим мужчин на женщину и опять хорошо живут вместе опять или живут и хорошо опять пока хорошая карма не кончается они думают друг о друге верят друг друга уже человек если не дай бог человеку полюбить и очень хорошую женщину которая все делает для ним все как надо он не привязан начинает считать их богом все поклоняется ей и богу не нравится это поэтому он разрушает этот брак есть механизм разрушения если мужчина начинает поклоняться женщине она начинает чувствовать что тяжело и она все тяжелее тяжелее с ним жить и она рубит эти отношения он потом сильно страдает если человек если взрослый человек поклоняет своему ребенку ребенок становится гордым сразу боготворят ребенка он становится гордым сразу и вырастает демоничной личностью после и родители за то что они привязались к ребенку за это отвечают потом они страдают неимоверно от того что он так и бросает не обращать на них внимание они поклонялись ребенку человек поклоняется жене жена бросают ребенку поклониться ребенок бросал начальнику поклоняемся начальник вас бросая прино-нукать начинает иди поработает побольше иди то имиτисе вот метаешься надо поклоняться только богу и тем кто служит бог всех остальных надо уважать и выполнять свои обязанности. Это нейтральные отношения. С женой, с детьми надо строить нейтральные отношения. Нейтральные отношения тоже любовь. Что такое нейтральные отношения? Я выполняю свой долг и делаю это для удовлетворения Бога. Человек тоже чувствует счастье. Я рад. Это нейтральные отношения. Они приносят огромное счастье даже в материальном мире. Если человек думает о Боге, действует для Бога, он не испытывает таких страданий, как все остальные в этом мире. Жена, какие бы плохие качества не были для меня, она все равно станет лучше, если я начинаю служить Богу. Муж, какой он бы демонюга не был, становится лучше, когда я начинаю служить Богу. Потому что Богу уже незачем нас мучить. Если мы сами пошли правильным путем, срок уменьшается в тюрьме. И условия камеры тоже другой становятся. Не строгого режима уже, а облегченного. Добровольное признание вины. Все, пожалуйста, нет проблем. И я вот сейчас не утрирую, я говорю правду, это правда. Но мы ее признавать не хотим. Мы думаем, что мы попали в очень хорошее место здесь. В очень хорошем месте в муках не рождаются, воин не бывает, люди не болеют, калеками не становятся, их не бросают. В хорошем месте все по-другому происходит. А мы на что-то надеемся здесь все, что у нас здесь хорошо. Мы думаем о том, что на земле будет через сто лет. Вы не идите к земле. Хорошая стоянка на пути. Земля красивое место, это факт. Но есть тысячу раз красивее. Вы даже не представляете, что весь материальный мир это всего лишь отражение духовного мира. Вы спрашиваете, а почему живые существа там тоже такие же, как мы, похожи на нас? Это мы похожи на них. Обезьяна другой говорит, смотрите, люди на нас похожи. Это вы на людей похожи. Они в миллиарды раз красивее нас, но такие же внешне похожи, как люди. Но красивее в миллиарды раз. А мы отражение их. И отношение между мужчин и женщин, отражение духовных отношений. Там тоже есть семьи в духовном мире. Но другую природу имеют. Там живые существа не испытывают вожделение. Женщины в духовном мире в миллионы раз красивее. Но мужчины постоянно думают о Боге, так же, как женщины. Хотя они живут вместе и любят друг друга. Но это другая любовь. Они любят друг другу вот это желание служить Богу. Вот это и есть духовное чувство к человеку. Любить желание служить Богу. Святость любить человека. Какой святой человек мне попался? Святость в нем. Ведь видеть его как святого. Не видеть в нем как объект для наслаждения, а видеть святость в человеке. Это означает духовные отношения. Возвышенный брак. Такие люди уже семь жизней подряд живут в этом мире вместе. Потом уходят в духовный мир. Как из жизни в жизни, они вместе остаются. В тело пчелы приходит душа с низших планет. После смерти пчелы душа переходит на средний планет. Есть вид виды живых существ, как благословение. Тело пчелы это прогрессирующая ветвь в эволюции животных. Это благословленные насекомые. Так же, как коровы это благословленные животные. Из коровы рождаются благостные люди. Из лошади страстные люди. Из обезьяны невежественные. Это все близкие к человеку уже формы жизни. Обезьяны и домашние животные. Но из собаки рождаются невежественные люди, а из коров благостные. Дельфины тоже, по-моему, тоже человеческая форма жизни. Доброе сознание, да. Животным можно есть рыбу там и все прочее. Ничего страшного. Дельфины рождаются рыбаками, наверное. Добрыми рыбаками такими, может, да. Я так пошутил. Я не знаю точно, кем они должны быть. Но идея в чем заключается? Что пчела это прогрессирующая ветвь насекомых. Есть насекомые в страсти. Это муравьи. Постоянно бегают, работают в страсти. Есть знакомые в невежестве. Мухи летают, мешают всем. Мучают всех. И есть благости насекомые. Вот пчела, она не может жить без нектара. Пчела, если она залетает в квартиру, два часа она там летает и погибает. Она в разлуке с этим сладким вкусом погибает. Не может жить в неволе совсем пчела. Она не может жить без служения. Она летает, она хочет служения, нет служения. Все, она раз оставила тело. Все. Она не может так жить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова